Проезд автотранспорта через трамвайные рельсы на проспекте Небесной Сотни станет менее чувствительным, а само полотно будет уложено по современным технологиям. В Одессе в пятницу 13-го приступят к ремонтным работам, пока только в направлении улиц Левитана и Глушко. Закончить планируют 24 апреля, после чего перекроют дорогу в направлении улиц Инглези, бывшей 25-й Чапаевской дивизии. Кошторг на вороте в оконанні цих робіт – 8,29. Технология предпочитает те же самые трамвайные рельсы в зарезобетонной плате, але відміна від історичній технології, де приміняється готові вироби десь у якихось поставщиків бетонних плитів, в даному виробу бетонна плита заливається у місто. Уже готова об'язвлення схема на время первого етапа ремонтних работ. І так, якщо водитель їдет в сторону ул. Левитана, то сразу за большой парковкой торгово-развлекательного центра нужно повернути направо і далі придерживаться інформації на дорожних знаках. На період ремонта цей участок буде односторонним. Поліція обіщає особо тщательно следить за нарушителями правил парковки. Тем більше, она здесь запрещена. Об'їзд вас виведет к дому по адресу школьный аеродром 1. Для водителя це ориентир поворота налево. Далі несколько десятков метров, поворот на перекрестке направо. І авто продолжає движение по проспекту Небесной сотні в сторону Левитана, Глушко і Вилемса. По понятным причинам 13-й трамвай на період ремонта ходить не буде. Частичний вопрос доставки пассажиров буде решен при помощі временного маршрута 3К. Будет введен длинный трамвайний маршрут номер 3К, который будет ущерять доставку пассажиров от улицы Старосиной до юго-западного насилия. Вы знаете, что там есть небольшой раздорожок на переці, который также возводит випадная перекрестка пассажиров. Ну и, как я уже говорил, помимо этого, будет организовано работа десертароскопорка по паркованию, который будет отвечать за то, чтобы не было брошенного транспорта. Транспортные изменения коснутся не только трамвайных ограничений. 12-й троллейбус со стороны улицы Космонавта Комарова теперь будет следовать не прямо по улице Небесной сотни, а поворачивать будет налево на улицу бывшей 25-й ЧПСК дивизии, на улицу Инглези. Далее троллейбус последует по улице Королева, но доезжать до конечной улицы Архитекторской не будет, а на Глушко повернет направо, и уже там доедет до улицы Небесной сотни, после чего уже последует по маршруту в направлении заставы. Уже в субботу утром схема движения будет изменена. Схема движения в обратную сторону еще согласовывается, о ее готовности дорожное транспортное начальство сообщит дополнительно.